Меморандум о Западной Армении Официальное заявление редакции телеканала «Западная Армения» Греция. Предложение Эрдогана по собору Святой Софии оскорбительно. АФР. Сирия попросила созвать заседание Совбеза ООН за ситуацию вокруг голландских высот. В церкви Святого Воскресения в Иерусалиме впервые прозвучал армянский тудук. Жители Феодосии обратились к Армену Саркисяну с просьбой поддержать галерею Айвазовского. Президент Западной Армении решил опубликовать меморандум о Западной Армении в формате PDF. Общая информация о публикованном меморандуме, географические данные, исторический контекст, политический контекст, структура Западной Армении. Часть ассоциаций бывших бойцов и французская ассоциация сопротивления армянского происхождения открыла офис в Лионе. 9 марта 2019 года прошли выборы ассоциаций, где госпожа Лидия Маркосян, депутат Западной Армении, была избрана представителем ассоциации в Лионе. Были избраны представителями также Ален Паладжанян и Роберт Гукасян. Они получили полномочию поднять флаг Западной Армении на различных патриотических церемониях. Президент ассоциации господин Жан Казарусян выступил с докладом о прошедшем годе и представил все патриотические церемонии, на которых присутствовала ассоциация. В рамках празднования столетия прекращения огня господин Казарусян рассказал о различных фронтах Великой войны и сказал, что мы должны помнить также Кавказский и Палестинский фронт, где большое количество добровольцев Западной Армении воевали и умирали рядом с французскими и британскими солдатами. Господин Казарусян также отметил, что Западная Армения единственное государство, которое воевало плечом к плечу с союзниками, но не получило приглашения участвовать в церемониях 11 ноября 2018 года в Париже. Память полутора миллиона жертв забылась, и легионеры армянского легиона, которые воевали рядом с французами, в Палестине были оскорблены. Президент Западной Армении, почетный президент Ассоциации Армена Кабрамян подтвердил в своем послании, что мы достигли очень важной точки, мы были в рамках столетия Ассамблеи мира, что позволило подписать 10 января 1920 года Версальский договор, ратифицированный союзными державами, и позволило де-факто признать Армению на территориях Османской империи. Уважаемые соотечественники, слушатели и читатели, как вы заметили недавно, просматривая наши статьи, появляется следующая страница. Не нужно беспокоиться об этом, вы можете найти эту статью, просто перейдя по данной ссылке. Если вы видите в конце строки HTML, просто удалите HTML. Цель этого метода – сделать наши статьи более доступными в интернете, тем самым способствуя нашей работе. Приносим извинения за неудобства и благодарим за понимание. Редакция телевидения Западной Армении. Предложение президента Турции Раджеба Таипа Эрдогана превратить собор Святой Софии в мечеть оскорбляет не только христиан, но и международное сообщество. Об этом заявил глава МИД Греции Джордж Катругалос, передает Greek Reporter. Это не только великий храм христианского мира, самый большой за многие столетия, он также принадлежит человечеству. Он был признан ЮНЕСКО как часть глобального культурного наследия, напомнил о спаривании этого статуса. Это не просто оскорбление чувств христиан, это оскорбление международного сообщества и международного права. Мы хотим надеяться, что заявления турецкого руководства от 16 марта останутся в силе, и этот статус не изменится, добавил он, ссылаясь на речь Эрдогана, в которой он исключил превращение в мечеть. Эрдоган озвучил возможность возвращения Святой Софии в мечеть 24 марта, в канун Дня независимости Греции. Это не исключено. Как вы знаете, мечеть была преобразована в музей в 1935 году, что отражает менталитет Народной Республиканской партии. Мы также можем сделать шаг и изменить это, заключил Эрдоган. Собор Святой Софии наиболее выдающийся памятник византийского зодчества. Он возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. С 1453 года там находилась мечеть. В 1935 году Собор Святой Софии стал музеем. Сирия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией вокруг голландских высот, над которыми США признали в понедельник суверенитет Израиля. Как передает Армен Пресс, об этом сообщила в среду Agents France Press со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Теперь, как следует из сообщения, Франция, которая в марте председательствует в Совбезе, предстоит назначить дату заседания. Президент США Дональд Трамп 25 марта в Вашингтоне в рамках переговоров с израильским премьер-министром Бениамином Нетаньяху подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над голландскими высотами. Против таких односторонних действий высказывались не только Сирия и другие страны арабского и исламского мира, но и Россия, а также ключевые европейские державы и союзники США, включая Германию и Францию. О том, что США следует признать суверенитет Израиля над голландами, Трамп заявил на прошлой неделе. Народный артист Армении Геворг Добагян и музыкант Ваче Шарафян выступили на фестивале под названием «Армяне в Иерусалиме» с 4 по 21 марта в Иерусалиме. Геворг Добагян часто посещал собор Святого Воскресения, и во время одного из посещений у него зародилась мысль обратиться к Богу через звуки дудука, как молитва. В разных уголках собора я исполнил разные произведения «Тер вухурмя», «Духовные таги», «Грикора на река ци», а у «Гроба Господня» я исполнил «Хавун», «Хавун», «Грикора на река ци». Эти мелодии в соборе Святого Воскресения создали неописуемые эмоциональные переживания, которые нельзя описать словами, рассказал Геворг Добагян и добавил, что и другие паломники, которые присутствовали в храме Святого Воскресения, были поглощены и восхищены происходящим, и для них было настоящим открытием. Впервые звуки дудука были слышны в соборе Святого Воскресения. В соборе никогда не звучали другие музыкальные инструменты, кроме органа. Дудук стал первым. Общественники Феодосии обратились с открытым обращением к президенту Армении Армену Суркисяну с просьбой оказать содействие в сохранении картинной галереи имени Ивана Айвазовского в собственности города. Уважаемый господин президент, ваш великий соотечественник, всемирно известный художник Маринис Иван Константинович Айвазян, он же Айвазовский, объявленный им прижизненной воле и завещал созданную его трудами картинную галерею со всеми находящимися в ней картинами и иными произведениями искусства своему родному городу Феодосии. Мы просим вас на соответствующем вам межгосударственном уровне принять все допустимые и возможные для вас меры для предотвращения отъема у Феодосии духовного наследия Айвазовского галереи, говорится в обращении. Отмечается, что в 2016 году власти Крыма впервые заявили о необходимости передачи галереи с целью контроля за целесообразностью расходования средств в республиканскую собственность, однако не сумели этого сделать. В начале 2019 года Минкульт Республики вновь выступил с подобной инициативой. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Георга Добагяна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Оставайтесь с миром!